Привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам показать, как можно не задорого сделать ремонт своими руками и получить от этого удовольствие, скажем так. Значит, ремонт я делал в своей комнате, но комната она старая, и поэтому хотелось сделать какой-то косметический ремонт недорого, при этом никуда не съезжая и полноценно, чтобы можно было здесь проживать. Значит, обошелся весь ремонт порядка 50 долларов, но в эту стоимость входят шпатели, кисточки, которые использовались во время ремонта. И занял по времени 10 дней, но в день я работал порядка 2-3 часа, поскольку каждый этап ремонта требует перерывов технологических, поэтому я по чуть-чуть каждый день без особого напряга делал. Вот. Значит, в первый день я занимался обдиранием обоев старых, довольно-таки легко они ободирались, поскольку бумажные, плюс нас когда-то затапливали, то есть отдирались они очень легко. Вот. Единственное, что на потолке пару полосин обоиных, они держались довольно-таки хорошо, поэтому пришлось их и мочить, там, и, ну, в общем, намучился немного с них обдиранием. Вот. Ну, плюс на потолке не очень удобно, поскольку стремянки нету. Пришлось становиться на табуретку и вытянутую руку все это делать. Значит, после обдирания обоев, поскольку я вот в стене здесь нашел подрозетник вмурованный, вот там, за диваном, вот там, я решил добавить розеток с этой стороны комнаты. Вот. Точно так же там за столом находятся три розетки, вот, которые также входят в эту стоимость. В первые день я вот занимался небольшим сраблением стены, но поскольку штукатурка была довольно-таки хрупкой, скажем так, вот, она долбилась хорошо, а вот, правда, сама стена, поскольку инструмент я брал старый и насадка была использована, вот, для розетки было сложновато немного просветлить отверстие, вот, хотя стена и кирпичная, но в итоге я просверлил, немного времени потратил, пошумел, но просверлил под розетники. Значит, после этого я замазал все штробы штукатуркой, и к следующему дню они уже подсохли. Также в этот же день я все стены и потолок загрунтовал. Грунтовка также обошлась в эту стоимость. Вот. Значит, на следующий день, то есть уже третий, я все стены обмазал тонким слоем штукатурки. Значит, штукатурку я использовал HP Finish. То есть первый слой, он довольно-таки тоненький. Мне главное было создать слой, на который можно было потом второй слой уже намазать, и он хорошо держался. Вот так это выглядело во время процесса. Это был мой первый опыт делать штукатурку своими руками. Хоть, может, вы видели видео, как я строил этот дом, но, тем не менее, в этом доме штукатурку делал не я. Поскольку у меня опыта не было, и не хотелось испортить внешний вид. Плюс, там высота потолков около 4 метров, поэтому было бы довольно-таки тяжело, в чем по радиусу еще. Значит, а здесь решил поэкспериментировать и сделал штукатурку, что пришло в голову. То есть я посмотрел разные видео, которые предлагают в интернете, разные техники. Ну, а я решил сделать это в виде вертикальных полос. На фото вы видите, как подсыхает второй слой. То есть он выглядит темнее, но когда он высохнет, он будет такого же цвета, и перепадов глубины, то есть практически незаметно, потому что разница в слоях буквально миллиметр. Вот. А как вы можете заметить, потолок имеет зеленоватый оттенок, поскольку все стены и потолок, они были зеленые под обоями. И как ни странно, цвет такой довольно-таки некрасивый, но потолок я полностью не заравнивал, а взял просто второй слой сразу, наляпал и размазал. И получился такой эффект, что в глубине цвет зеленоватый, да, а сама штук только светлый. И оно уже даже без покраски выглядело довольно-таки симпатично. Но немножко, может, ярковато, поэтому решил все же потолок еще в белый покрасить. Вот. Но, тем не менее, я не знаю, на видео, наверное, может быть плохо видно, но то, что в углублении, оно все же осталось немного темнее. Ну, оттенка практически не видно, поскольку потолок красился четыре слоя. Вот. Почему четыре? Потому что я хотел потолок максимально белым сделать. Краску я взял дорогую, костовая порядка трехсот гривен, то есть по курсу это было где-то пятнадцать долларов. Но в то же время, получается, дорогая краска, она, получается, красится красиво, то есть нету никаких следов от валиков и так далее, но она довольно-таки прозрачная. Получается, нужно много слоев, чтобы сделать насыщенный цвет. Вот. Если бы я делал в другой раз, то я бы взял другую краску, поскольку здесь такой уж декоративный какой-то эффект, причем, которого я особо и не вижу. Вот. Смысла переплачивать я не вижу. Значит, следующим этапом было грунтование потолка и стен. То есть после того, как я сделал штукатурку, я прогрунтовал грунтовкой под покраску. Потолок покрасил, вот. А со стенами ситуация поинтересней. Значит, здесь, как вы видите, потолка и стены есть большая разница, но стену я абсолютно не красил. Стена, я хотел и добавить такой золотистый оттенок. На все стены ушло где-то 50 грамм просто золотой краски, которая водоразбавимая. Получился такой цвет, ну и довольно-таки ничего. Покрывалась, ну как, берется мочалка, в воде сильно разбавляется золотая краска, ну и просто мочалкой размазывается, а потом лишнее, если где-то пятна, получается, стирается. Значит, следующий слой, это было нанесение перламутровой краски. Вот. Ну, эффекта от перламутра я тоже практически не вижу. Здесь больше эффекта от, наверное, от блесток, если вы их увидите, вот, не знаю, видно их или нет. То есть, ну, эффект от перламутра такой, что при том, как вы смотрите на стену с разных сторон, она может быть чуть-чуть другого оттенка выглядеть. Ну и плюс ко всему бликует. Вот. Но это слои не обязательны. Возможно бы, ну, поскольку я экспериментировал, мне просто было интересно, как эти материалы ложатся на саму штукатурку. А сам основной материал отделочный был, это покрытие воском этого всего. Значит, воском покрывал точно так же я мочалкой. Наносилась мочалкой воск. И потом уже при подсыхании небольшом, еще точно так же мочалкой более чуть-чуть жесткой растирался, чтобы не было следов от самой мочалки. И вот сам вот этот эффект от воска, он действительно дал неплохой эффект, такой полуглянца. И который действительно от света бликует. Значит, покраска золотом и перламутром это заняло у нас пятый день. Также во время штукатуривания, точнее до штукатуривания, я поклеил новые багеты, то есть, которые так же входят в стоимость. Значит, так же я, чтобы не выкидывать старый шкаф и покупать новый, поскольку на всю стену такой большой шкаф стоит довольно-таки много денег. Вот, я решил купить краски обычные по дереву, точнее эмали, вот, и покрасить шкаф. Вот, здесь тоже покупались разные краски. Мне больше понравилось работать с краской «Снежка». Она за меньшее количество слоёв максимально перекрывает старый цвет шкафа. То есть, седьмой, восьмой день, то есть, я уже занимался покраской и также сборкой мебели, которую я смог заказать в самом супермаркете. То есть, вот, прямо в супермаркете мне порезали идеально мебельные щиты и сразу с подрезкой под 45 градусов, потому что полочка у меня угловая, вот, ну, а сам бы лобзиком я идеально ровно не вырезал бы. А тумбочки из обычной деревянной ступеньки, которые стоили 5 долларов где-то, вот, которые мне порезали на три части, ну, и на уголки я собрал, и получились такие симпатичные тумбочки, которые я покрасил белым лаком. Вот, также уже там на восьмой-девятый день я уже занимался вот прикручиванием этих полочек на стены, вот, на уголки. Ну, и также вот в последний день уже заранее заказав мебель, сам собирал шкаф и кровать. Ну, кровать мне помогли собрать. В последний день я уже занимался прикручиванием небольших откосов. Я на балконе нашел плинтуса и уголки деревянные, покрасил их в белый цвет, и таким образом сделал вокруг окна такое небольшое обрамление. Вот так окно выглядело без этих откосин и накладки верхней. Вот так уже выглядело после того, как я просто приклеил уголки, а верхнюю планку, конечно, посадил на дюбеля. Штору, конечно же, поменял. Взяли обычный сатин нашлип, который нравился по цвету, но повесили на старую направляющую, которую обрезали под размер окна, ну, и просто дюбелями прикрутили перемычки над окном и закрыли самой вот этой верхней планкой. То есть строительных материалов, то есть штукатурки, краски, согрунтовок, здесь получилось где-то на 50 долларов. Еще на 50 долларов это получилось стол вот такой собрать и плюс две тумбочки. Вот вокруг кровати я сделал две тумбочки. Причем стол интересный, я делал без одной ножки, то есть вот здесь ножки нету, он чуть-чуть пружинит, но стоит прекрасно и ножка не мешает. Вот, он просто опирается на подоконник. Если кому-то интересно, что это за клетка, значит, здесь у нас сверху пока никто не живет, вот, а здесь внизу у нас живет вот такой вот зверь. Он живой, не переживайте, это просто он у нас спит. Хорошо спит. Также хотел бы сразу сказать, что по потолку, если вы, конечно, можете видеть, вот такие полосы, это, конечно же, швы панелей, вот, я, как я уже сказал, что я не профессиональный штукатур, и чтобы выровнять вот эти все полосы, это нужно было бы всю плоскость потолка выравнивать, поэтому я уже решил оставить так. Мне она не сильно принципиальна, в любом случае стала гораздо лучше, чем было, вот, но хоть и не идеально, это я прекрасно и сам понимаю. Ну, значит, вот так в конечном итоге стала выглядеть комната. Картины я тоже сам рисовал, то есть иногда в свободное время люблю порисовать. вот, ну, вот так выглядит комната. Значит, дверь я также параллельно со шкафом покрасил, просто в белый, вот, ну, и стала гораздо светлее, симпатичней, вот, ну, и довольно приятный цвет. Вот, как окно я делал, есть отдельное видео, если кому интересно, можете посмотреть. Вот, такие полочки. Вот, также, забыл, наверное, сказать, когда я делал розетки, то есть вот выключатели я также перенес в ниже, поскольку он был здесь вверху, вот, но он заходил гораздо дальше. Замерил нужное расстояние, поскольку шкафы делаются стандартные, чтобы не переплачивать за нестандартный размер. Вот, я сделал от края стены ровно метр пятьдесят, даже тут вот полсантиметра запасных еще было. Вот, и шкаф идеально стал на свое место. Еще интересно, со шкафом была ситуация, то есть, когда вот он высотой 2,40 ровно, а высота потолков здесь 2,49. И, при том, как шкаф, значит, я говорю сразу, поднять очень сложно самому, если он из лежачего состояния целый. Осталось буквально там полсантиметра, может, даже меньше, до потолка при его подъеме. Вот, поэтому повезло. Ну, с другой стороны, я мог бы просто верхнюю крышку на уголки прицепить, ну, а так получилось на конформаты, как дают в наборе. Вот так его и собрать. Ну, наверное, уже обо всем рассказал. Не знаю, если что-то еще интересует, вы задавайте вопросы, постараюсь ответить по возможности. Вот. А в дальнейшем планирую снимать видео уже, скорее всего, на даче, как я буду строить сарай. Дальше есть еще много идей, что мне нужно там и построить, и озерцо сделать. Вот. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, и ждите новых видео. Всем пока! Ну, и напоследок хотел бы сказать, что если вы боитесь, что у вас не получится сделать штукатурку, не бойтесь, берете шпатель, штукатурку, если у кого есть желание, просто можете готовую штукатурку взять, не обязательно, я брал в мешках, можете брать готовую в ведре, и просто берете, мажете стены, наляпываете, размазываете, и оно будет гораздо красивее выглядеть, когда вы сделаете это сами с душой, чем просто купить какие-то дешевые обои, вот, ну, и просто ними переклеить.